Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Павел Козлов и тема нашей сегодняшней программы Джазмены. Можно ли научить играть в джаз или джазовым музыкантам нужно родиться? Об этом мы будем говорить с музыкантами молодежной джазовой студии C-Jam Club, которые и выскажут свое мнение по этому актуальному вопросу. У нас сегодня в гостях директор студии C-Jam Club Дмитрий Горбов, преподаватели студии Георгий Горбов, а также Павел Протасов и Станислав Галецкий. Я вас приветствую, спасибо, что пришли сегодня к нам в программу. Думаю, что будет очень интересно и нашим телезрителям тоже узнать ваше мнение о джазовом образовании в нашем стране в целом. Мне бы хотелось для начала расспросить вас немного о студии C-Jam Club, что она собой представляет, какие цели, задачи. Расскажите, пожалуйста. Студия C-Jam Club существует восьмой учебный год. Студия ориентирована на так называемое народное музыкальное образование, то есть доступное для и детей, и взрослых, и работающей, и учащейся молодежи. Она ориентирована именно на совмещение музыкального образования с работой или учебой. И при этом цели и задачи студии, они достаточно профессиональные. То есть мы даем ребятам необходимые знания и в том числе профессиональные исполнительские навыки. То есть наше положение приблизительно между музыкальной школой и училищем. Соответственно, к нам люди приходят как с нуля, так и после музыкальной школы. Они приходят и после училища, и даже после консерватории иногда приходят для того, чтобы заниматься именно джазовой стилистикой. Здесь у нас вот наш ученик Константин, он инженер и медленный, да? Артем, он дизайнер. Аня, она серьезный банковский бухгалтер. Точно, да? Башир, это будущий чиновник. И Георгий, собственно, педагог, руководитель этого ансамбля, который сегодня занимается. Студент, школьник, менеджер, бухгалтер, учись играть джаз. Таков девиз этой молодежной джазовой студии. Изначально она создавалась как детская, но очень скоро сюда стали приходить ученики всех возрастов. У нас нет как такового вступительного экзамена. У нас это называется прослушивание или собеседование. Мы, как правило, просим наших абитуриентов не готовиться специально, потому что нас интересует их тот уровень, который у них имеется. Здесь учатся любители джаза с разным уровнем музыкальной подготовки. Кто-то пришел после музыкальной школы, кто-то никогда раньше не был знаком с музыкальной грамотой. Специальная программа, разработанная педагогами студии, позволяет подобрать для каждого конкретного ученика наиболее подходящий курс. Он включает в себя обязательные дисциплины, специальность джаза с альфеджио, а также ряд факультативных предметов. Они очень интересны и полезны. Это ритмическая теория, это основы импровизации, это история музыки 20 века, это в том числе психологические аспекты музыкального творчества. В студии существует несколько ансамблей. После определенного времени учащихся, как правило, рекомендуют в тот или иной коллектив. Анна занимается в джазовой студии более двух лет. Сначала ее заинтересовал вокал, сейчас Анне захотелось освоить еще и фортепиано. Раньше я не имела никакого представления о джазе, но мне было интересно, что это, какие бывают джазовые стили разнообразные и вообще как это все. И меня сюда привела, можно сказать, подружка, она мне рассказала об этой замечательной студии. И мне здесь сразу очень понравилось, потому что здесь есть и с альфеджио, и история музыки, и разнообразные предметы, и сразу как-то входишь в курс дела, и преподавателям это уже очень нравится. Ежегодно в студии проходят три больших концерта творческих коллективов. На них каждый ученик может почувствовать себя настоящим музыкантом. Кроме того, у всех учащихся есть возможность попасть в самый настоящий джаз-бенд. При студии существует оркестр джазового биг-бенд полного состава, то есть это пять трубачей, четыре тромбона, пять саксофонов, полная ритм-секция с бас-гитарой и вокал. Оркестр был создан, получается, уже семь лет назад, как оркестр старших студентов и педагогов студии. Через несколько лет, по факту, в оркестре остались самые сильные студенты, уже к тому времени выпускники и педагоги. И оркестр стал профессиональным коллективом. Мы едем и на фестивали, и оркестр лауреат множества фестивалей, и фонду спиваков, и международного фестиваля в Ялте. И также оркестр много выступает на клубной сцене московской, то есть у нас постоянно проходят концерты в московских клубах. Кстати, все преподаватели молодежной джазовой студии – концертирующие музыканты, поэтому каждое занятие – это мини-концерт и своеобразный мастер-класс. А что еще нужно для успешного обучения? Вы принимаете совершенно всех. желающих в свою студию, либо есть какие-то критерии по возрасту, я не знаю, или там какой-то смотр происходит предварительный? Да, обязательно проходят приемные прослушивания, на которых мы оцениваем в первую очередь начальный уровень, то есть для того, чтобы распределить по группам, составить индивидуальную программу и выработать ту линию, которая необходима для того, чтобы у данного конкретного человека с его конкретными способностями был ощутимый рост и был ощутимый результат в части самореализации, получения необходимых средств для самореализации, социализации и творческого роста. Мы, в общем, берем, наверное, всех, но не всем рекомендуем заниматься. Есть люди, для которых очевидно совершенно, что им это будет трудно, им это будет трудно, и результат по сравнению с их сокурсниками будет, ну, недостаточно желаемой, да, то есть человек не будет успешен столь же, сколь люди, у которых есть большие способности. Мы об этом обязательно предупреждаем, да, и рекомендуем. Или мы меняем инструмент, или мы меняем программу, или человеку говорим, что, может быть, имеет смысл заняться чем-то еще. Как мы оцениваем, вы хотели спросить. Да, очень интересно, как проверить вот это и предрасположенность к какому-то инструменту конкретному. Уже на протяжении ряда лет мы используем свою систему тестов. В результате этого тестирования, ну, вот, кстати говоря, об этом может рассказать Георгий, он писал дипломную работу как раз по анализу результатов нашего тестирования на протяжении ряда лет. Слово непосредственно Георгий. Ну, то есть, с одной стороны, мы смотрим на музыканта, если он уже на чем-то играет, нам, конечно, надо проверить его уровень владения инструментом, да, а также проверить его теоретические знания. Бывает так, что ребята приходят, здорово играют по слуху, могут сыграть все, что угодно, говорят, но мы не знаем, откуда появляется эта музыка. Да, с другой стороны, мы должны проверить их природные данные, способности, таланты, может быть, если у них есть. И, ну, это стандартные тесты, это ритм, слух, память, но есть такие еще отдельные графы, да, на которые мы обращаем внимание, практичный музыкальный прогноз, да, то есть, как мы видим музыкальный рост данного исполнителя. И педагогический прогноз, насколько мы можем прогнозировать его успешность именно с точки зрения обучения. И вот эти вот все оценочки, они показывают для нас, какую программу можно рекомендовать для того или иного нашего студента. А есть возраст минимальный, с которого к вам можно прийти? Ну, у нас приходят к нам маленькие дети, да, но, как правило, это не с нуля, то есть у нас бывает, приходят талантливые девятилетние пианисты, и с ними занимаемся, действительно. Но, как правило, должны, к нам мы берем людей, которые сознательно выбирают эту музыку, да. Надо сказать, что подавляющее большинство не очень представляют, чем они собираются заниматься. Они, у них недостаточный кругозор, они не слышали достаточно джаза, они не очень хорошо его знают или не знают вообще. Много, например, частый ответ на вопрос, на чем играл Армстанг, говорят на саксофоне, это мы считаем неплохой ответ. Неплохой. Близкий, да, тепло. Еще терпимо, хотя бы не на гитаре, да? Вот, но, тем не менее, есть посыл, есть движение, и люди понимают, что они пришли заниматься в джазовой студии, они нам верят, они понимают, что это, ну, круто, модно, серьезно, солидно, и верят, и проникаются, и начинают слушать эту музыку, изучать, любить ее. И в конечном итоге, как правило, наши, там, когда к нам приходят 15-летние металлисты, да, через некоторое время они сидят в коридорах и пишут транскрипцию уже джазовых, там, барабанных соло, да, что мы считаем большим достижением, на самом деле, что у нас барабанщики пишут транскрипцию, да. То есть, в целом еще у вас и нотная грамота преподается, получается, и сольфеджо, наверное, да? У нас зарегистрированы авторские программы, они комплексные, у нас обязательно проводится обучение курсам, мы категорически не даем, так сказать, репетиторских и частных уроков, и для вокалистов, и для барабанщиков обязательно существует сольфеджо, а также различные факультативы, такие как истории музыки 20-го века, ритмическая теория, психологические и технологические аспекты музыкального творчества, что у нас еще есть. Да, ансамбли разнопрофильные, да, вот. Обязательно обучение, оно комплексное, это курс, мы ни в коем случае не занимаемся отдельным инструментом, и кроме того, наша позиция и вот концепция студии, она, наверное, вот что ее отличает от прочих учебных заведений, да. Наше вообще образование, вот это в студии, оно факультативное, да, оно необязательное для людей, то есть им не надо что-то делать для того, чтобы получать потом какую-то бумагу, хотя они могут получить некое заключение, да, которое им поможет, если они выберут в дальнейшую музыкальную профессию, это им поможет, несомненно, при поступлении, вот. Но, тем не менее, главное это, как бы, интеграция в среду, это создание клуба по интересам, в хорошем смысле этого слова, и, собственно, это такое создание локальной системы, локальной утопии, основанной на иных ценностях, да, и вот, что характерно для нашей студии, это тоже принципиальный момент, это разновозрастные группы, у нас рядом учатся, и вот, как вы говорили, вот этот девятилетний мальчик, который вендеркинд, да, и взрослый человек, который решил там на пятом десятке вдруг что-то для себя открыть, да, даже не имея основ никаких при этом, да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все наши студенты, по мере их роста, как только это возможно, они попадают в ансамбль. То есть, там, буквально через год после начала обучения, если человек пришел с начального уровня, а может быть, уже кто-то и сразу готов, может пройти основы джазовых штрихов и уже быть зачисленным в ансамбль, в результате у них есть возможность показывать свои навыки, уже вот прямо сейчас, не то, что они отучатся пять лет и, может быть, когда-то потом где-то будут играть, нет, они играют прямо здесь и сейчас, то есть максимум в студии у нас доходил до 13 ансамблей в один учебный год. Ну что ж, дело в том, что по уже сложившейся традиции наших программ, к нам приходят в гости музыканты, артисты, и когда есть возможность принести с собой музыкальные инструменты, всегда звучит живая музыка у нас в студии. И сегодня, как вы, друзья, уже обратили внимание, тоже у нас здесь и контрабас присутствует, и гитара, и даже сексофон, причем очень интересный сексофон, думаю, что мы еще о нем отдельно поговорим, как наверняка и о контрабасе тоже, и я хотел бы предложить немного музыки внедрить в нашу беседу сейчас. Вы не против? Конечно. Ну и отлично. Один, два, один, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА